Мужики, все красавцы, вы лучшие, спасибо за такой вот перформанс, реально, мама у меня плакала, и я сплакнул, поэтому спасибо вам, с Божьей помощью, буду сильнее. Амир, давай, давай, держись, мы с тобой, мы тебя ждем в Уфе всегда. Привет, в ВХЛ прямо во время сезона сменили управляющего директора, место Кирилла Бафифова занял Александр Кикнадзе. И к кому теперь обращаться хоккеистам Ермака, которым не платят с октября? Защитник Илья Хохлов из Нефтехимика забросил три шайбы в ворота Металурга. Таких героев не нашлось в Борисе. Команда из Казахстана стала первой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф в Восточной конференции. Наверное, этот результат нельзя назвать сенсационным. Борис в этом сезоне выглядел неважно, допущено слишком много кадровых ошибок. Долго боролись за контакт с Михайлисом, а он большую часть турнира вообще ничего хорошего не показывал. Привозили странных регионеров. Например, Шапю больше лечился, чем играл, а затем окончательно покинул КХЛ. Но самое главное, не нашли вратаря. Команда начала сезон с двумя местными ребятами, которые были не готовы много играть. А затем позвали в Будечка. И вроде бы опытный голкипер чудил практически в каждой встрече. Отметим, что Искобелко не сумел проявить свои лучшие качества. Тренер всегда славился системностью. Его команды показывали такой хоккей, при котором не бросались бы в глаза кадровые проблемы. Но на этот раз и тренер ничего не мог сделать. Защита у Бориса напоминала проходной двор, а нападающие совсем не помогали обороняться. Было непонятно, что именно хочет руководство клуба. Кажется, не слишком удачно прошла подготовка к чемпионату мира. Завален сезон в клубном турнире. Надо срочно менять систему управления в Астане. И работу над составом необходимо начинать прямо сейчас, а не ждать непонятно чего до старта следующего сезона. Салават Юлаев после победы в Омске занимает второе место в Восточной конференции. Но болельщики все равно недовольны. Им, кстати, вообще клуб не нужен. Они расстраиваются из-за того, что он есть. Ярославский Лока досрочно занял первое место в западной конференции МХЛ. Их главный конкурент, питерский СКА-1946, обладает слишком молодым составом, в отличие от первой команды. Команда Романа Ротенберга выиграла Кубок Континента. Они официально лучшие в регулярном чемпионате. С первого места их не скинуть. Кому-то кажется, что это незначительный трофей. Конечно, через два месяца о нем никто и не вспомнит. Но это не важно. СКА стал клубом, который наиболее ровно провел труднейший чемпионат. Причем мы видели разных питерцев. У них были трудные периоды, когда были нелепые поражения. Но чаще всего команда отлично пользовалась своим потенциалом. У СКА не просто есть четыре сильных звена. Но существует несколько хоккеистов, которые безболезненно могут заменить выбывших. Нормально вписались и те ребята, чье приглашение выглядело риском. Яшкин забивает много и без Шипачева. А Хайрулин словно никуда и не уходил из нефтехимика. Он чувствует себя комфортно в сильной команде. Ну и, например, у Гусева появились сложности. Да и Жафяров не сверкает так, как прежде. Беспокоят же вратари. В этой линии у питерцев нет надежности. Но все может компенсировать сильная оборона. Безусловно, СКА – фаворит в борьбе за Куба Гагарина. Нападающий Максим Шалунов установил клубный рекорд Локомотива, забросив уже 28 шайб. Ярославцы переиграли ЦСКА. Но в этой встрече ничего не решалось. И последнее решение о допуске сборной России к международным турнирам будет принято в мае, сообщили ВНХФ. Организация-то готова принять нашу команду. Но не все зависит от них. Хотя без России каждое первенство мира – сплошные убытки. До свидания. Проблемы второго периода тянутся довольно давно уже. Команды разного уровня часто запирают в авангард-зоне, накладывают смены. Проблемы с выбросом шайбы. Что здесь делать вот с этим моментом? Ну, наверное, руки отрубить кого-нибудь, да и все. Продолжение следует...